Музыка Всем привет! Мы берем муку, яйца, сахар, соль, сметану и молочко. И начинаем все это соединять в большой миске. Сначала мы разобьем яйца. Разбили яйца. Теперь берем венчик и начинаем их размешивать. Добавляем 50 мл молочка. Размешиваем опять же. Столовую ложку сахара. Пол чайной ложечки соли. Ну и 50 грамм нежирной сметанки. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь добавляем столовую ложку водки, чтобы хворостнул наш хрустел. Все тщательно перемешиваем. Берем муку просеянную и добавляем ее по 2-3 столовые ложки поэтапно. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Теперь начинаем замешивать наше тесто. Выкладываем его на коврик и будем вымешивать его в течение 8-10 минут. После того, как мы тесто вымесили, мы оставляем его на полчасика. Накрываем его пленочкой, подождем полчасика. Полчаса прошло и мы начинаем работать с нашим тестом. Слегка припылим его мукой. Вот оно такое мягенькое у нас, хорошее. Сейчас мы разделим его на части и каждую часть будем раскатывать. И из нее я буду формировать хворост. Косичками и розочками. Вот так вот каждую часть я раскатываю. Тесто мы раскатываем тонко. Сквозь тесто у меня даже рисунок стола виден. И теперь я наш пласт раскатанный разрезаю на полоски 5-6 см шириной. И уже из этих полосок я буду формировать хворост. Покуда я буду заниматься нашим хворостом, я сейчас литр масла вылью в сотейник и буду его нагревать. А затем уже в кипящее масло я буду бросать хворост. Вот мы порезали теперь каждую ленточку на такие косички. Прорезаем в середине. Вот такие штучки формируем. И горячее масло кипящее. Можно посильнее делать, порумяннее очень затаривать, а можно просто сделать светленькие такие. Кому как нравится. Вот я сделаю из части теста такие косички, а потом буду формировать розочки. Чем тоньше тесто, тем более хрустящим получится наш хворост. Вот такие красивые косички у нас получаются. Ну а теперь я буду формировать из таких ленточек розочки. просто накручивая на пальцы. Вот так для пальца я накручиваю и вот эту штучку я буду бросать в кипящее масло. Ну секунды три-четыре находится у нас тесто в кипящем масле. И следующий пласт раскопали, порезали. Вот такая красота у нас получается. Палочкой придерживаем, очень удобно доставать. Вот смотрите, разве не красота? И вот еще у меня кусочек теста остался. Сейчас быстренько его раскатаю. Вот такая красота у нас получилась. розочки, хворост. Рекомендую всем такой рецепт. Незамысловатый, простой, а главное красиво и вкусно. Не забывайте мой кулинарный канал. Подписывайтесь на него. Вы были. Пока-пока, мои дорогие. Я всегда вас жду. До свидания. Пока. 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 Продолжение следует...